Всем привет! С вами еще разок и сегодня я попытаюсь сделать обзор на китайскую катану фирмы Бекер Магнум. Почему попытаюсь? Потому что, к сожалению, я не являюсь экспертом, знатоком японского холодного оружия, ну китайского в данном случае. Но, тем не менее, на моем канале вы видели обзор, ну такой мини-обзорчик тоже меча скрытого ношения Широсайя от этой же фирмы. Ну и теперь вот я хочу сделать обзор на катану Голд Самурай, Золотой Самурай. Итак, здесь есть вот такая вот брошюрка, как мы видим, в которой много всякой интересной информации. Технологии изготовления, там бла-бла-бла, на английском языке. Вот. Ну, я думаю, что не стоит особо заострять на этом внимание. Тут уход за катаной. Где-то здесь было, вот мне понравилось, виды ковки, клинка. Кто захочет паузу, нажмет, посмотрит. Вот. Здесь как все называется. По-японски. Так далее и тому подобное. То есть, такой, как бы, краткий, в принципе, экскурс в, вообще, вот, в катаны, что ли. Ну, прикольно. Я не знаю, человеку, как вот я, который, да, в этом, ну, как бы, понимает не сильно хорошо, это очень интересно. Вот. Ну, и так далее и тому подобное. Как вот за ней ухаживать, протирать, там, тальком. Так, поехали дальше. К ней шел вот такой вот симпатичный чехол, помимо всего прочего. Я не знаю, что это за ткань. Это все лежало в коробочке. Ну, выглядит достаточно симпатично. Да. Итак, коробка. Коробка сама изготовлена из дерева. По звуку это фанера. Оттянута тканью. Все хорошо, все прикольно. Единственное, что, обратите внимание на вот эти защелки. Вот, когда вы берете в руки какой-нибудь китайский сундучок, то сразу бросается в глаза вот схожесть, что, как бы, ну, подталкивает к выводу, что одна контора это все делает, и это все не очень так вот, как-то серьезно. Итак, помимо самой катаны непосредственно, здесь еще есть куча всякого интересного лута, на который мы сейчас вот с вами взглянем. Взглянем. Вот. Внутри тоже такая ткань золотистого цвета. Здесь пенопласт, по всей видимости, по ощущениям. Да. Так, две коробочки. Ну, я тут их немножко уже баллистольчиком там вскрыл. Они приобрели такой более интересный деревянный цвет. Это было абсолютно необработанное дерево, просто светлое. Вот. Ну, как бы, с подгоночкой тоже тут, видите, да. Никакие проблемы, но, тем не менее. Есть вот сменная гарда, цуба, то есть по-японски. Заявлено, что они медные. Я не знаю, я не проверял. Можно их попилить. Может, это просто сверху медь. Внутри непонятно что. Можно где-нибудь дырочку, ну, сделать пропильчик, посмотреть. Вот. Ну, вторая сменная цуба. Тоже. Вот. И еще одна коробочка с, скажем так, деталями, запчастями по уходу за катаной. Здесь вот тряпочка. Такие, даже набор салфеток каких-то, что ли. В пакетике. Это почему-то было пусто здесь, я не знаю, что-то, наверное, должно лежать, но не лежало. Вот такой вот молоточек. Это для выбивания, насколько я знаю, вот этих вот деревянных колышков, как они по-японски называются, я еще не выучил. При разборке меча. То есть, они вот так вот выбиваются, и катана разбирается. Здесь у нас, получается, такая резьба. Молоточек такой тяжеленький. Опять же, что за сплав? Загадка, да и только. Дальше у нас здесь имеется... А что ж такое? Не хочется выниматься. А, ну и не должно выниматься. Ну, вот, кто знает иероглиф и прочтет, то, скорее всего, какое-то масло. Ну, пахнет как масло. Как часовое масло какое-то. Вот. И мешочек с тальком. Для того, чтобы протирать клинок от излишней смазки. Ну, на самом деле, сам меч. Выглядит он вот так вот. Вот. Заявлена кожа ската на рукояти. Не знаю, честно, не держал настоящую кожу ската в руке. Вот. Вот такие белые твердые пупырышки. Может, это кожа ската, может, это какая-то пластмасса. Вот. Ножны лакированные, ножны деревянные. Вот. Если мы достанем, здесь видно дерево. Достаточно симпатичные. Ну, и сам клиночек. Давайте посмотрим. Сам клиночек. Вот. Здесь, на сайте производителя указана сталь. Углеродистая сталь. 1024. Не знаю, что там у нее по закаливанию. Хамон. То есть, вот эта линия закаливания. Ну, наверное, скорее всего, 99,9%. Что это просто как бы специально нарисовано. Ну, то есть, сатинировано. Вот. Что это не настоящая вещь. Но, выглядит, как по мне, довольно-таки неплохо. Можно клиночек еще приблизить. Сам. Клиночек, клиночек, клиночек. Клиночек. Приблизить. Да. Вот. Ну, не знаю, будет ли на ютубе видно это все дело. Все порежут. Вот. Ну, ничего не болтается. Катана разборная. Никаких люфтов, ничего нет. Кроме вот. Вот этой вот вещи. Вот она немножко здесь болтается. Ну, может быть, это можно как-то поправить. Вот такая вот китайская катана от фирмы Бекер Магнум. Пишите в комментариях свои мнения, отзывы. И т.д. и т.п. С вами был еще разок. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Пока.